...скучают корабления, то есть, корабли, так скажем, ну да, они, то есть, досуды, скучают. Мне уже помогло выступление очень многоуважаемого, одного из любимых ораторов Евгения Хенингов. Раньше мы играли на одной стороне поля, так скажем. Евгений понял важную проблему. 70% ловко-картона – это кораблёный ловко-картон. И как решить эту проблему, мы сейчас расскажем. Сейчас я передам слово моему коллеге, он как раз представит себя, кто это, что это. Здравствуйте. First of all, thank you very much to Monster & Fight for this invitation, to share with you today some fantastic technology called Airborne E-transfer system for your core into the whole effort. I travel 11 months of the year and I see more than 30 countries, Продолжение следует... 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 В любом случае, так как плита закреплена и расширяется, и в данном зазоре появляется воздух. Зазор крайний не видит, от доли миллиметров до буквально двух миллиметров, но эта подушина является теплоизоляционной. И в результате, так как ролик пришло не бомбировым и не изогнутым, он абсолютно прямой, протавливаются края у фракатона, а центр у фракатона не высушивается ввиду низкой теплопередач. Если возьмем более умский формат, допустим, предположим, 2500, сушильная плита, возьмем 2100, 1800, то происходит выработка сукна, ввиду того, что ролики прижимают сукно к плитам без картона, протирают его. И также проблема с зазором тепловым воздушным в центре плиты. Происходит потери энергии по краям. Если узкий формат происходит, так как максимальное давление прижима по краям, через сукно уходит тепло наверх, потери энергии. Как избежать проблемы? Установить систему аэропорта. Один раз и навсегда. Вкратце, описываю схему, как работает система аэропорта. Осуществляется контроль за нагрузкой, то есть от 0 до 100% идет наддув, так скажем, подружки. Осуществляется контроль за давлением по нагревательным сушильным клитам. И осуществляется контроль за клей-промазочной машиной на стройке клеевого зазора. То есть по количеству клея вычисляется влажность лайнера, который поступает на сушильный стол. И в связи с этим уже редактируются, так скажем, нагрузки на модуле «Эргонт», давление пара в сушильной плите. И как опция, компания «GTS-FIT» предлагает лазерные датчики на подогревателях, которые меряют температуру, влажность по особым гривым, так скажем, по графикам определяют, регулируют охват на подогревателях, как на одиночных перед гофропрессом, так и на двойных тройных. И все эти данные поступают в контроллер «Сименс», в котором уже заложена программа полностью автоматически, и без участия операторов, без участия практических технологов приводит к результату того, что абсолютно плоский сухой кофракантон, который через полчаса готов к применению перерабатывающей машины. Без ограничения полчаса, абсолютно плоский картон идет к машине, нет заторов, потому что нет коробления. Контроль автоматический, всего производства сушильного стола. Производственный процесс вкратце описал. Автоматически выбирается в зависимости от системы, и раплот вписывается в существующую систему управления заказами, которая существует. Неважно, какой производитель, система есть, управление заказами есть, смены заказов, то система раплот автоматически вписывается, все заказы поступают, все гармонты бумаг, производитель, заказ, длина и так далее, автоматически поступают в систему раплот, и автоматически же выбираются параметры, которые будут приводить к абсолютно плоскому, идеальному картону, с максимальными показателями на сжатие, на завершение и так далее. Можно вручную, если тепло на 2 года, можно и вручную какие-то параметры менять. Функционал. Давайте рассмотрим, как устроен сам модуль. Упрощенная абсолютно схема, поскольку господин Тайд часто бывает в Китае, а Китай бывает так, что если ему все хорошо показать, то потом будет производить. Поэтому система максимально упрощена на рисунке, для того, чтобы просто показать, как все происходит. Все то же самое. Британ, гопрогатон, сухно, система, узлы нагрузки. Зеленые, это подушки пневматические, и в центре, если все видно, все понятно, сталь, специальная сталь, которая устойчива к истиранию, она просветана, а те щели вверху, в крышке, которые я показывал, они тоже используют для того, чтобы выходило в плане из дырочки. Соответственно, при 3, 5, 7-слойном гопрогатоне подушки надуваются таким образом, регулируя прижим. Прижим полностью зависит от общей слости кофроагрегатора в комбинации от заказа. Здесь вы можете увидеть как по секционам, но обычно у нас в России и в ближайшем торгезе три секции нагревательных, которые либо каскадно-сходящие, нисходящие нагреваются. Вот так же еще, как вы можете увидеть, в модуле. В чем плюс того, что он просекционный? Вот меня один из производителей России спросил, а вот у нас есть прошмаки, чем Airpon лучше? Какая ширина прошмака? 30 мм. Здесь, здесь. То есть при смене формата, если колебательные форматы небольшие, осуществляется нагрев именно там, где надо, по секционам. Как происходит сам процесс управления? Как я уже говорил, консоль управления Siemens, канарный вентилятор SMC, датчики OMROM, все производство в Японии. Здесь вы видите план, так скажем, сушильного стола с установленным модулем системы Airpon. Пусть информат срабатывается. В этот момент датчики определяют ширину полотна и автоматически подключают только те участки модуля, которые необходимы для прижима. Все остальные не участвуют в прижиме к сушильному столу в целом вообще. Меняем формат автоматический, изменяя сопряжение. Изменитый на самый широкий, изменился сопряжение. С помощью системы HMI Siemens через панель управления также осуществляется управление редукционными клапками на сушильных плитах, ставится датчик давления пара, подача пара из котла происходит, и от 0-100% регулируется давление на сушильных плитах. Соответственно, затраты на электроэнергию падают, будто пар, что-либо еще, кто бы как бы не добывал, газ, дизель, не важно. А здесь вы видите отзывы компании SmartKamp от инновационных заводов по это отзывы. Как было, то система Airpon B-рофик срабатывалась на трех секциях 6.8-6.2 после установки 3 пара всей секции, то есть существенная экономия пары, и микро-профик Е срабатывался по последующему каскаду 3.4-5 после установки 2-2-3 пара, то есть экономия энергии на сети. Так выглядит интерфейс системы. Панель 15-дюймового оси устанавливается по умолчанию, по желанию до 22 дюймов. Как опция вот интерфейс, вы видите, по трех секциях. Давление надува регулируется. Устанавливаются на регуляционные клапана сервоприводные, если ручные клапана, либо автоматически устанавливается система, которая регулирует давление пара в секциях. Вот один из примеров. В Индии клиент сказал, у меня работает 50 метров в минуту, бонфор-агрегат, целиком не хочу менять, но хотелось бы улучшить качество. Компания «ЖКС-Пирс» найдет всего 5 секций, таким образом пойдет скорость до 120 метров в минуту, и избавивающего человека от торопления. То есть не человека, а как тон, производителя от торопления. В Индии заказчик, давление пара было 5-7 пар, отключили половину из привлечения суши на стол, поставили на охлаждение. В Англии, с моего фик-тапа, давление 2 пара по всему столу. Что дает вкратце, я не хотел бы решать, вкратце скажу просто еще раз, повторю, что система дает полное отсутствие тороплений. Это все, как люди, которые давно занимаются цель, все знают, какой-то пич производства. За границей уже все есть. Все эти волшебные вещи, которые решают эти вопросы в автоматическом режиме. Все это есть. Перезли в Россию, господин Жадов здесь недавно, так скажем, привез в эту волшебную систему. И всем, кому хочется посмотреть, приглашаем, можно сесть в Европу, в Великобританию, посмотреть, как живую работу эта система. Увеличение скорости гофрагрегата при увеличении до максимальной попривода. Эта компания также гарантирует GTS и гарантирует, что это все произойдет. Установка за один-два дня. Любая граматура автоматически срабатывается на гофрагрегате. И система практически не обслуживала. За 15 лет в системе поменяли по гарантии одну подушку, которая лопнула в модуль пневматическую. Все, больше не было никаких занятий. Здесь вы видите клиентов, которые на данный момент широко используют и все больше выявляют на своих заводах. Какой-нибудь самых известный. Монти, Капа. Все, наверное, я хотел бы закончить. Если у вас есть вопросы, то я перейду сюда к использованию жанру. Технологичные, технически любые. и для этого успехов. Александр, Россия. Всегда пожалуйста. Итак, господа. Наверное, в частном порядке. В частном порядке, да. Я могу оставить здесь листы свои. У меня есть вопрос. Короткий вопрос. Система работает на полотне, то есть на ступне и на цирке. Да, система работает со спиром, но не в Европе. Так и с субминами. Что больше? Где больше? Здравствуйте. Почему? Все-таки. Все-таки. Окей, мы приходим к Добл-блоку коронейтеру. Есть много бельтов. Есть спиро-белт, форму-метер. Также еще другие Здесь у меня есть 8-минт, 9-минт, 10-минт и полнелет. В моем Airbus я могу оперировать both SpiraBelt и полнелет. Я не могу снять обе полнелет. Я обезьянно, что вопрошу в спирабелл. Это унижает электричность. Это увеличит производительность электричества. По словам, Airbus я понимаю, я высокий уровень обезьян. На данный момент я установил спироплата с моим электромагнитом. На данный момент я установил спироплата. Проблем нет. 4-метровый спироплата, 10-мм с углом. Элбок всегда показывает стабильный результат. Как вы спироплата с моим электромагнитом? В течение 8-12 месяцев в целом система окупается. В течение 8-12 месяцев в целом система окупается. Доброе новое в нашем системе. Это производит плотный, длинный борт, который готов к конверсию. Курить время 30 минут. Если вы хотите быстрее конверсия от коррегатора, то это решение. Главное, что плоский картон на максимальных скоростях и время отлёжки до полчаса. Абсолютно ровно плоский картон поступает в переработку. Это плюс, который выставляет шею. Еще раз один вопрос. Середина, то есть минимальный формат, за что мы можем производить. Сколько у нас? Сколько у нас? Ну, у нас есть 1.1 метр? 1.1 метр? 1.1. 1.1. Максимум 3.3. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.1. 1.2. 1.2. Эта технология превосходящая машина, это революционизирует скорость и перспективность. Не только я буду максимальной скоростью, я буду зарабатывать температуру. Натемные температуры. Натемные температуры. В целом, форматы 1х1, 2х3. Но, как и сперенжал, потому что основная фишка системы с очень короткими перевернутыми дочками и максимально технически качественные у этого бухля картона. То есть и сети, и сети, и сети на максимально. В России есть проекты внедрения? На данный момент господин уже, грубо говоря, месяц назад уже приехал. Пока внедренных проектов нет, но мы надеемся, что до конца года все счастливы.